Принято считать, назначение нового рулевого равносильно следующей главе в истории. Перед началом сезона в Белшину пришел человек с именем в белорусском футболе, Михаил Мартинович. Под руководством этого специалиста бобруйская команда неплохо двигалась от тура к туру, и к началу сентября занимала третье место в таблице. В конце августа главному тренеру поступило предложение от клуба РПЛ, и вскоре руководство объявило о расставании по обоюдному согласию сторон. Преемником было решено назначить Дмитрия Мигаса. Когда вы узнали об этом назначении и какие эмоции при этом испытали? Ну, в принципе, узнал, что, скорее всего, что будет это на игре в Жодзино, когда поехали. Алексеевич подошел, как бы сказал, что готов все принимать, наверное, команду, скорее всего. Дмитрий Мигас для Белшины – человек знакомый. В бытность игроком он надевал красно-черную футболку. После завершения карьеры присоединился к структуре клуба. Долгое время работал начальником детско-юношеского футбола, ассистентом тренера, исполняющим обязанности главного. Впереди полноценная работа в новой должности. Мы с ребятами уже, в принципе, так пообщались на предстоящий месяц. Это пять игр у нас. Волна, Нива Долбизна, Макс Лайн, Баранович и Лида. Это ближайший месяц наши все игры. И, в принципе, так пообщались, что надо по максимуму сработать этот месяц, потерпеть где-то, поработать, достичь максимального результата. Как признается сам тренер, его назначение игроки приняли тепло. Ранее они взаимодействовали. Теперь же должность ассистента сменилась на более ответственную. С Дмитрием Валерьевичем мы работаем с начала года. Он же был изначально в тренерском штабе. Прекрасные отношения, рабочие. Есть ли какие-то личные вопросы, я думаю, я могу позвонить в любой момент, что-то обсудить, спросить какого-то совета, помощи. И сейчас он стал главным тренером. Это тоже не проблема. Работаем как бы в штатном режиме. Он прекрасно знает нас изнутри, знает, на что мы способны. Так что проблем никаких нет. Результат матча во многом зависит от процесса подготовки. Теперь идеи и видение нового рулевого имеют огромное значение. И отреагировали положительно, в принципе, лучше изнутри человек, который уже знает, владеет всей информацией, чем какой-то снаружи. Поэтому для нас это было, так скажем, лучшее решение. С перестановки на тренерском мостике цель на сезон не изменилась. Возвращение в высшую лигу. Показать свой футбол, добиваться желаемого результата, радовать болельщиков. Такие задачи в своей работе ставит Дмитрий Мигас. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.